В Объединенных Арабских Эмиратах завтра открывается самая масштабная на планете оборонная выставка IDEX-2021. Пройдет она не в привычном многим онлайне, а в реальном формате. То есть гости форума могут пообщаться между собой, лично оценить технические новинки и вооружения, а также задать вопросы. Зададим их и моему собеседнику. Анатолий Занкович сейчас находится в Абу-Даби и будет в информационных программах нашего телеканала рассказывать обо всех новостях оттуда. Анатолий, добрый вечер. Вот выставка открывается завтра. Какие ожидания у организаторов и участников? Знаю, среди них есть и белорусские предприятия. Добрый вечер, Екатерина. Да, форум представлен нашими белорусскими предприятиями. Их здесь сразу несколько. Вот что они привезли в Абу-Даби? Какие новинки? Что представят публики, об этом я расскажу буквально чуть-чуть позже. А пока сейчас о главном условии, которое сопровождает организаторов подобных мировых выставок. Это, конечно же, пандемия коронавируса. Она очень сильно влияет. Многие переходят в онлайн-формат. Многие вообще отменяют свои события. Тоже думали очень долго, что делать в Абу-Даби с выставкой Айдекс-2021. Но все-таки решили ее проводить и ничего не отменять. Айдекс будет проходить на том же месте, где обычно. Это национальный выставочный центр. Несколько месяцев назад там началась работа по возведению павильонов и стендов. И это очень большие площади. Ну, что говорить, самая крупная мировая выставка вооружений Айдекс-2021. Чтобы было более-менее понятно, только павильонная часть составляет 155 тысяч квадратных метров. Но вот представьте, например, всем известный нам торговый комплекс Ждановичи. Это примерно столько же, даже чуть больше. И это только Айдекс, то есть сухопутная часть выставки. Есть еще и Навдекс, это морская. Там еще больше. Форум сам по себе очень престижный. Он проходит раз в два года. И здесь представлены самые авторитетные производители военной техники. В этом году собрали порядка 2,5 тысяч участников из 85 стран. Впервые будут представлены Люксембург, Азербайджан, Португалия, Северная Македония и Израиль. А вот что касается Беларуси, то наша страна здесь не новичок. Уже несколько форумов она проводила в качестве того, что у нее есть свой национальный стенд. Это очень авторитетное участие. На этом стенде будут представлены 9 наших компаний. Что они покажут? Витебское бюро дисплей подготовило дистанционно управляемые системы вооружений. Так называемые боевые модули самых различных конфигураций и видов. Компания Белспецвнежтехника. Ее здесь знают как настоящий военный комплекс, который представляет и обучение специалистов, и продажу техники, и модернизацию, и сервисное обслуживание. А вот Минский завод колесных тягачей в Абудаби привез новинку. Это новый, абсолютно новый бронеавтомобиль Волод 490101. Завтра его представят уже на выставке. Обещают удивить. Мировые производители на этой выставке тоже собираются удивлять. Например, российский концерн «Калашников» привезет сюда смарт-автомат. Что это такое? То есть говорят, что это оружие как-то связано с интернетом, им можно управлять через всемирную паутину. Но что это такое, как это выглядит, и как это работает, мы узнаем завтра. Тоже российский концерн «Рособоронэкспорт» привезет сюда абсолютную новинку. Танк Т-14. Это тоже некая смарт-новинка. Тоже непонятно. Очень много тайн, но от этого выставка обещает быть только более интересной. Вообще, эта выставка «Айдекс-2021» сосредоточена на четырех приоритетах. Это первое — кибербезопасность. Второе — это исследования. Также разработки. И, конечно же, искусственный интеллект. А все это проходит под трендом четвертой технической революции. Екатерина. Анатолий, я все-таки хочу уточнить. Пандемия коронавируса — достаточно серьезные испытания для мира. И вот как в этих условиях организаторы все-таки решились проводить выставку? Да, знаете, многие задают здесь этот вопрос. Организаторы отвечают просто и очень доходчиво. Любой участник выставки, будто журналист, либо экспонент, все получат максимальную защиту. Либо это будут средства защиты от коронавируса, от пандемии, либо это, если понадобится, будет лечение. Но все получат необходимые меры, предосторожность. Знаете, в Эмиратах серьезно относятся к ковиду. И вот этот вот шаг все-таки проводить форум — это еще и о том, что такие события арабы хотят показать всему миру, что можно делать безопасно. Ну и еще один момент. Мол, есть такая мысль, что кто-кто, а оружейники уже точно не должны бояться врагов, даже если этим врагом является коронавирус. Знаете, здесь все предусмотрено. Два главных момента. Первый — это, конечно же, маски. Здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, здесь их носят постоянно и всегда. Единственное исключение — только для приема пищи их надо снимать. Я вот, если честно, сейчас очень сильно рискую, потому что за отсутствие маски на человеке, этого человека ждет штраф в 3000 дирхамов. Это примерно 800 долларов. Да, вот такие вот штрафы здесь серьезные. Второе обязательное условие — это наличие ПЦР-теста. То есть с собой нужно иметь распечатку либо электронный документ, что ты этот ПЦР-тест сделал, и результат этого ПЦР-теста сугубо отрицательный. Если у тебя, соответственно, положительно тебе кладут в больницу на лечение, если у тебя нет ПЦР-теста, то ты находишься под карантином и ни в город не можешь выдвигаться, и участие, тем более, в выставке принимать не можешь. Вот такие вот очень важные моменты. Организаторы заверяют, они сделают все необходимое для того, чтобы все участники чувствовали себя в абсолютной безопасности, в том числе это касается и общения, и социальной дистанции, ну и так далее. И для них главная задача провести Айдекс-2021 на том самом высоком уровне, на котором они и привыкли, и могут, и умеют его проводить. Я в этом лично не сомневаюсь, мы здесь не в первый раз, поэтому завтра, уже завтра, зрители телеканала ОНТ первыми начнут установить все подробности отсюда, из Абудаби. Екатерина. Спасибо, Анатолий. Завтра будем следить, как у вас все проходит.